Коммунисты и псевдореспубликам оказались не нужны. В оккупированном Луганске продолжаются разборки между группировками сторонников коммунистической идеи. Это бывшие луганские КПУшники, которые зазывали «Русский мир» Челенко, Максимец, Орцев и Хохлов. Вторая группа – это непосредственно Компартия Российской Федерации во главе с Гуменюком. Об этом пишет независимый портал новостей. Так КПРФ назвала луганских марксистов-лейнинистов самозванцами и вышвырнула КПУ из Луганска. При этом уточнили, что любые решения и заявления руководства Компартии Украины ничтожны и к ним никакого правового и морального отношения не имеют. Единство коммунисты все-таки проявили, и те и другие хотят отставки Симоненко, но уже порознь. Первое слово дешевле второго. Жители оккупированных территорий уже было подумали, что их охватило массовое дежавю, но цена на бензин вернула всех в реальность. Спутала всех самозваная власть ЛНР, которая опять обещает. Месяц назад в псевдореспубликах исчезли бензин, дизель и газ. АЗ стояли пустые, а бензовозы продавали топливо втридорога. Именно тогда сепаратисты в первый раз пообещали вернуть бензин, при этом анонсировали снижение цены до 40 рублей за литр. И вот всего через месяц, по заявлениям самозваных властей, бензин завезли. И хоть люди его так и не увидели, стоимость бензина на автозаправочных станциях Луганской псевдореспублики уже повысилась. Цена не будет превышать 46 рублей, об этом сообщил директор-самозванец Луганскнефтепродукта Иван Толок. А почему несуществующий бензин подорожал на 6 рублей за литр, люди узнали чуть позже, когда главарь террориста Плотницкий заявил, 50 заправок теперь станут собственностью недореспублики. Выходит отсутствие топлива, многокилометровые очереди и заоблачная цена на него – это просто очередной бизнес-проект Бенедиктовича. Пропаганда ЛНР бессмысленна и беспощадна. Теперь ее подают и к столу, и на стол заложников недореспублики. О вкусах решили поспорить сепаратисты-кулинары и придумали национальную кухню республик. Но по факту получилось, что котлеты по-киевски на самом деле блюда региональной кухни Донецкой недореспублики и относятся к общей кухне Новороссии. А называются они котлеты по-донбаске. Об этом сообщает луганский радар. Туда же приписали борщ, щавельный суп, блины, голубцы, холодец, квашеную капусту и, внимание, по-разному приготовленное сало. Над историей происхождения сильно не думали, просто опустили этот вопрос. Потому что думать – это не обязанность поваров. Видать, ждут, когда спустят название сверху.